Основная тема – зелёные и охотники, котины и лесовидники. Докладчиков у нас несколько, и из-за этого скотина сейчас нам будет оскаркнуть по рекламе и представить о том. Зелёных тут есть? Что? Зелёных тут есть? Зелёных мы тут, судя по всему, не видим. Я не зелёная. Зелёная здесь только гостиная, как я понимаю. С какой точки зрения оценивать это слово? Об этом мы поговорим немножко. Я хочу обратить внимание на то, что сегодня у нас три или четыре доклада, если мы будем успевать в то время. Плюс в конце нашего заседания Татьяна Сергеевна Аравильева скажет небольшое завершающее слово. Поэтому я прошу докладчиков придерживаться выделенного регламента. 20 минут максимум. Пожалуйста. И кроме того, мы сегодня немножко изменим привычный ход заседания, когда после выступления докладчика мы сразу же задаём вопросы. Сегодня я хочу попросить вас записать или запомнить ваши вопросы. И после того, как прозвучат все доклады, задать их время у нас до 9-9.15. Поэтому работаем чётко. Стараемся лишние воды не лить. Пожалуйста, начинаем. Первый докладчик у нас Сергей Иванович Меньков в НИОС Киров. Прошу вас. Ну, для начала, наверное, нужно разобраться, что такое зелёные и кто это такие. Я считаю, что все мы здесь. Зелёные в гораздо большей степени, чем защитники прав животных, с которыми нам приходится, к сожалению, всё чаще и чаще иметь дело. Не надо забывать, что большая часть нашего общества и вообще в мире это не охотники. Поэтому именно большинство, большая часть общества будет решать судьбу охоты, в частности, быть или не быть в весенней охоте. Будем мы бороться с волками и будем защищать их. Какими способами мы будем регулировать численность животных, как диких, так и безнадзорных. И кто будет устанавливать правила содержания домашних животных. Поэтому в наших интересах до того, как ввязываться в жёсткую конфронтацию с противниками или с теми, кого мы считаем противниками, привлечь любые свои общества в качестве союзников, а не провоцировать публичные конфликты. И не отвергать любые идеи, которые могут сработать в пользу продолжениями развития охоты. Тем более такая позиция очень важна в отношениях охотников с умеренными природоохранными институтами. Они, конечно, тоже лишь часть общества, а не всё общество. Большая часть общества нейтральна по отношению к охоте. И наш успех будет зависеть от того, кто привлечёт их, кто перетянет их на свою сторону. Анти-охотники, зоозащитники или истинно зелёная часть общества, в которую входят и охотники, я надеюсь. Пожалуйста. Ну, начнём с такой организации, которая называется Greenpeace. Его почему-то обвиняют во всех бедах охотников. Ну вообще, в любых бедах вообще обвиняют. Да. Greenpeace вообще виноват во всём. В том числе, начиная, например, с запрета капканов, запрета следовых капканов, которые ввели в России тоже. Тут даже становится обидно, потому что запрет-то ввели скорее трапперы. И фирма, в России, по крайней мере, фирма «Союз Пушнина» вместе с трапперами и с вашим покорным слугой. Заслугу присваивают Greenpeace. Greenpeace к этому никакого отношения не имеет. Это международная экологическая организация, одна из крупнейших национальными представительствами, с национальными организациями более чем в 40 странах мира. И в её задачи, в круг её интересов охота входит постольку поскольку только в ряду основных природоохранных проблем. Глобального изменения климата, климата, сокращения площади лесов, рыболовного промысла, петогрогного промысла, опасности радиационного загрязнения и так далее. Пожалуйста, следующее. Это полный список тем, которыми занимается Greenpeace в России. Как вы видите, охоты здесь нет. Время от времени, конечно, какие-то отдельные акции проводят под лозунгами Greenpeace, но, тем не менее, охота не является приоритетным интересом организации Greenpeace. Всемирный фонд природы. Главная задача Всемирного фонда природы сохранение биоразнообразия. Здесь перечислен тоже официально полный круг задач, которые решает Всемирный фонд природы в России. Как вы видите, никаких антиохотничьих акций здесь тоже нет. Дальше, пожалуйста. Даже в области законодательства. Основная цель – это обеспечение охраны биоразнообразия и встречи органов пользования. Год назад в официальном документе была опубликована позиция МВФ в отношении трофейной охоты. Трофейная охота может приносить существенные экономические отбыли и способствовать как защите видов животных, находящихся под угрозой, так и сохранению биоразнообразия. Канадский офис ВВФ высказал свое мнение относительно охоты. ВВФ нет движения за благополучие животных. Это не организация «Понимал Волк». Мы поддерживаем охоты использования диких животных при условии, что эти действия не ставят под угрозу долгосрочное выживание популяции. Всемирный фонд дикой природы никогда не выступал против устойчивой охоты на пюлене в сервере и на устойчивой части экономики. Более того, Всемирный фонд природы также испытывает давление критики со стороны зоозащитных организаций. На сайте, который дословно переводится как «злой фонд дикой природы», размещены критические материалы, цитаты из документов ВВФ, в частности, вот то, что вы можете видеть на экране. «Торговля пушниной, шкурами и грудинными продуктами, получаемой от животных, не находящихся под угрозой, не является приоритетной темой нашей компании. Это не задача ВВФ». Как и следует ожидать от организации, основанной охотниками, ВВФ полагает, что охота должна регулироваться, приводя в качество аргумента, что богатые трофейные охотники могут приносить доход бедному населению. К сожалению, это работает не повсеместно. В России, как вы знаете, никак не удается наладить вот этот перевод, трафик денег от трофейных охотников через охотпользователей использования в интересах местного населения, местных сообществ и охраны производства. Ну, это и наша задача как охотников, и как представителей российских охотничьих организаций. Это плакат, который размещен на сайте, созданном после того, как в позапрошлом году американский охотник, трофейный охотник, отстрелял из лука ручного пристарелого льва. Причем сам охотник был не в курсе, кого он стреляет. Он купил тур за 50 тысяч долларов, его привели, показали вот этот лев, на которого ты можешь охотиться. Он сделал выстрел из лука, льва добрали только на следующий день, он же сам добрал его из лука. Но, тем не менее, история получила огласку, организаторы охоты были наказаны, и в глазах общественного мнения этот американский зубной врач оказался чуть ли не монстром, который готов перестрелять всех домашних животных и не брезгует охотой на домашние льва. Здесь Всемирный фонд природы аббревиатуру заменили на WTF, то есть Всемирный трофейный фонд. и предлагаю на плакате WTF заменить название на ЧТО. В то же время, как даже на английском сайте WTF есть высказывание о трофейной охоте. О том, что трофейная охота является таким же инструментом охраны природы наряду со всеми остальными, полноценными, и приносит достаточно много денег как в бюджет самой охраны природы, так и для улучшения благосостояния, для улучшения жизни местных сообществ. Международный союз охраны природы. Задача Международного союза охраны природы тоже сохранение целостности природных комплексов и устойчивое использование природных ресурсов в интересах общества. То есть все перечисленные организации, они работают, по крайней мере, номинально, по уставу, по задачам в интересах человеческого сообщества. Охрана природы в интересах людей, в интересах человека. Не ради природы самой по себе, она справится без нас, то мы без нее не проживем. Поэтому сохранять природу нужно в наших интересах. И всего общества, и охотников как части этого общества. также год назад Международный союз охраны природы издал документ, который был обращением к Европарламенту, к заглядателям Европейского союза и касался предполагаемых ограничений импорта охотничьих трофеев, что поставило бы под угрозу развитие трофейной охоты по всему миру. Легарная, хорошо регулированная программа трофейной охоты играет важную роль как в обеспечении охраны природы, так и в повышении благосостояния коренного населения. Во многих частях света коренное население и местные общины решили использовать трофейную охоту как часть стратегии сохранения дикой природы и обеспечения дополнительного источника средств существования. Все это касается трофейной охоты. Одной из наиболее критикуемых зоозащитниками разновидностей охоты. В прошлом году, в 2016 году Greenpeace и ВВФ заявили о том, что они признают охоту на белого медведя в Канаде устойчивым использованием и считают, что фактически реальной угрозой для существования популяции белого медведя является изменение климата. Это в первую очередь таяние многолетних победов. Зоозащитники обвинили Greenpeace и ВВФ в расизме за поддержку охоты на белого медведя. То есть, три крупнейшие природоохранные организации, безусловно зеленые, также подвергаются нападкам со стороны зоозащитного движения. Влияние зоозащитников, борцов за права животных, в общем, ничтожено. И, я повторюсь, речь идет о том, чью сторону примет нейтральная часть общества. Или они согласятся с тем, что охота – это часть устойчивого природопользования, использования возобновляемого, возобновимого ресурса, безопасная для природы и приносящая доход как в пользу природоохранного движения, охраны природы, так и в пользу населения. И все изменения в законодательстве будут зависеть от того, кто сможет убедить в своей правоте вот эту нейтральную часть общества. Охотники или зоозащитники, борцы за права животных, которых, кстати, по общей численности наверняка даже меньше, чем охотников. Их не 3 миллиона в Российской Федерации, не 14-15 миллионов в Соединенных Штатах, ну и так далее. Это, в общем, ничтожная часть общества, активная, шумная, заметная, но не делающая погоды, как в деле охраны природы, так и в законодательном процессе наверняка. Спасибо. Сергей Иванович, тогда, пожалуйста, присядьте, но я бы хотела загласить следующего нашего докладчика, Кера Владимировича Анатольевича. Пожалуйста, я теперь обязана, сейчас я переключу вашу презентацию. Хорошо. У меня вначале была маленькая презентация по поводу самой терминологии. Прошу вас. Здравствуйте. Зеленая. Сейчас мы знаем, если открыть или не будет социальную страницу посвященную охоту, там есть комментарий, что вот зеленая добились, и выречены. Снова зеленая стала силой у людей, которые против охоты. Я имею в виду соцсети, охотничок, то есть любые запреты наши охотники считают, что они делали зеленым. Поэтому я хотел бы показать именно сначала, что означают эти термины. То есть взять википедию и по источнику информации зеленая это движение в защиту окружающей среды. Ой, господин, я сейчас перебью, сейчас перебью, чуть позднее в следующем докладе мы подробно рассмотрим терминологию зеленые, охотник, антиохотник. Сейчас просто кратко адресуем ситуацию. Прошу вас. Также это представители общественных движений и партии ставили вещи с собой задачу охраны окружающей среды. И так же зеленые называются любая партия, фракция, общественные движения, политик, общественные действия. Их тоже обозначают как зеленые, если не подчеркивать, какие-то антилические требования своей деятельности. Также есть такое темное позеление. То есть какой-то партии скажет, что мы боремся за одну и за убирающую среду, против загрязнения, против истребления. Значит, у нас же позеленение. Слово «целеные» буквально означает какое-то отношение именно к охране будущей среды. Следующий вопрос. Охота — это по словарному определению. Я имею только не определение, которое написано в законе об охоте, потому что было предвидно, непонятно, что за ресурсы, откуда. Тем не менее, было тяжело открыть словарь, создавшийся в Академии наук СССР. Это именно поиски, посредления зверя и птиц с целью зобычи и истребления. В то время слово «истребление» в 1950-е годы, сколько там война только недавно, надо было волка истреблять, то есть были большие проблемы с литерами сельсийского хозяйства. Я подумал, было еще слово «вредное животное». Слово «истребление» «вредное животное». Охотники — это лица, занимающиеся охотой. Я хочу вспомнить, что охотник тоже может быть. Если охотник выступает за защиту и защиты и защиты, при заказе, он тоже зеленый. Но в массовом сознании это все зеленый до тех, кто спят видит как в охотных запятых. Пожалуйста, всем числа. А антиохотники — это лица, выступающие против охоты как вообще вида человеческой деятельности. То есть нельзя внести поиск и разделение животных. Следующий случай. У нас часто путают «зеленых» всех с крайне радикальными деятелями, защитниками права животных. Права животных — это идея о равноценности главных потребностей людей и животных. Сторонники поддерживаются разными случаями. Все в целом едино, что животных нельзя рассматривать по частям собственность, исходить для получения пищи, одежды, в индустрии развлечений внешних экспериментов. То есть мясо есть нельзя, рыба есть нельзя. Вообще все, что движется в крови микробута, это все мы с ними равны абсолютно. Следующий случай. Такой термин был не то, разработан, а просто продекларированный. Это видизм или специализм. Это слово специализм. Это термин, которым они понимают ущемление интересов или прав животных. У них даже в термине животных у всех очень разные с точки зрения от и друг. То есть много не знают, кто является животным, кто не является женщином. Они просто не знают. Зоорадикалы постоянно на это ссылаются и считают, что юридизм то же самое, что расизм, сексизм, национализм, нацизм, крайняя форма национализма. И вот самые юридизм, они постоянно охота на наши деятельности. Нет, когда-то деятельностью было рабство. А вот сейчас юридизм, раньше было и женщин там всячески угнетали. А сейчас это все плохо. Я раз, следующий, следующий, пожалуйста. Вот у них с такими плакатами стоят в Москве, когда приходят на какие-нибудь такие... подведизм равно расизм. Вот они долго думая узники по зловерей, да? Они считают, что все равно, что вот и звероферма это примерно то же самое. Следующий, Вот с этим плакатом у них были очень большие проблемы, потому что когда они использовали в создании своего постера, я не знаю, как это брест, даже назвать, честно говоря, вот видите, узник уход с лагерей, да, и одновременно животных, вы видите, слона трезали цепочкой, да, и все такое, короны стоят. В общем, с этим они дорвались, потому что они были расстрапованы, на территории в Германии это является, мягко говоря, правонарушением увеличившим преступлением. Следующий, вот, ну и вот по этой таблице судно-зависимная именно организация, деятельность которой это защита животных и охрана врачей среды. Это не защита права и ввода, не в антипочине. Гринпис, ВВР, ИФА. То есть тут ты перечислил, потому что вылечит. Пожалуйста, следующий. Так, а вот это именно движение за право же угодно. Вот Киевский эколого-культурный центр никак не успокоится. Вот я зачитаю одно из последних определений про охоту. Не буду помидор называть, скажу просто, что неинтересно. Если раньше боясь самоохоты являлись нравственная норма, любовь к природе, честность, самоотверженность, благородство, а также опорно на опыт, сейчас все заменило коммерция, а также антинаучность службы проказиерства. Охотники представляют собой жестокоседных, завистливых, лживых, лицемерных, малограмотных, подъезжатых, примитивных, самодовольных, тщеславных, агрессивных, эгоистичных, равнодушных, гаранных. В общем, все, что является сегодня условно плохой, это около 20-ти день перечислено, что вот такие сейчас офигуруют. Это организация международная с очень серьезным бюджетом, порядка от 80-200 миллионов долларов в год. Она занимается этим на промышленной основе. Убита Московская организация, фактически российская преступница беда. У нас так не поддерживают, но база на них серьезная. они не спеша не приходят, не ленятся, они приходят на заседания различные, в правительственном том числе, когда о законах говорят. И в общем, они уже, где, пользуются опытом поддержки своих коллег зарубежных. Даже если печатать листовки, им надо только вписать, перевести листовку на русский язык, не вязать. Это буквально серьезная организация, когда люди ходят на работу. Приходят в утро, выходят вечером и работают за медьями как бы в том числе нагадить охотниками и животноводом будут. Путическое вегетарианство или веганство это движение, которое движется крайнего вида вегетарианского питания, то есть никаких веков. Самым основным это молодежь, молодежь, которые придут по молодости и человек не едят, не едят, чего-то потом наследуют, они не исправляются, но вот эта самая идея, что животные и человек равны. Это среди этой публики очень хорошо развитые и жива. Была такая организация Альф, Анимал, сейчас она замаскирована, то есть раньше мы уже описали, что это мальмом все. Это движение, которое практикует прямые действия, так называемое по освобождению животных, то есть оно разрушает лаборатории, фермы, зоопарки, вывески охотничьих выставок, витрины разбивают, режут, приходят, допустим, в магазины колонец, в бритвах, режут шубы, если я, я сам так и виду, то есть вот, это абсолютно тогда партизанские, в них души такие партизаны, которые горятся против нашего всего. анархо-веганцы. Это те же веганы, но это больше, они легко друг к другу переходят, то есть они то вегетарианцы просто, то пошел, записался, скажем так, мысленно, что это тусовка по освобождению животных. Анархо-веганцы это люди, у которых еще что-то похоже на национально-союзную борьбу, то есть анархизм, а не всяческая отрицают то, что государство может быть это насилие. Ну и и хиппи, и веганны. Ну хиппи, мы знаем, какое-то движение было. В 60-е годы еще остатки остались, и они в том числе, так как частью защитника права живота, например, они говорят, что, мол, нет, буржуазная роскошь, что все эти, тоже сколько-то это поддерживают, хотя хиппи, мы сами настоящие, они никого не поддерживают кроме себя. Ну вот считаю, что этот человек, если покупает там, актер, он за фильм заработал, скажем, 20 миллионов долларов, купил дорогую-дорогую машину там за полмиллиона долларов, раньше себе построил, борец, а я мясо не ем, и вообще девушек, которые носят шуту, я не очень это уважаю, потому что это такая торжество, а вот это хорошо. То, что в другой месте колостальные наносят, если не вред, то огромную количество потребляют ресурсы по своей жизни, это не замечают, но то, что человек, скажем, я пинограмма мяса не съел, это уже не похоже. Следующий представитель. Вот это в Москве, таки, я постарался подобрать наиболее характерного представителя общественного свидетельства, даже поеду видно, что такие бутыриные молодожники ходят на Москве, на одной тусовке, на другой, Animal Liberation, видите, это освобождение животных, бегут арене, перевернутые машины, то есть животные пытаются победить цивилизацию. Следующий вопрос. За охоту по зимней дотне, прикладом по башке такие лозунги, и до свидания всю ее доброту. Следующий вопрос. Это во время Конгресса Ахатеринга в 2005 году на фоне РОСА они выступали, то есть там пришло уже 55 человек, были самые разные. И пытаясь вот это животные, которые лежат. Ну, видите, женский текст, литератизм, мы знаем, что это такое. А это охотник, который может следующее сказать. Там было тетрадиционное представление, вот ВВФ в поддержке чиновников выдает лицензию и стреляет в Дмитрия. Ну, я там на выставке ходил на митрии. В общем, основная группа целевая, это молодежь, студенческого возраста, московская, которые, они обычно живут, вы хотя бы попробуйте выздать такую же акцию реализовать, вы покажите нам, как жить-то нам, вы приедете в райцентр, там, где-то тусовка, то есть, огород спрашиваете, горох посадите, сою. Так же, нет, нет, это не только Москва, Питер, потом, ну, может быть, Берем, не-не-не-не, в райцентре не имею, в конце жизни. Это вот питерский, как раз, после принятия законного обохода, обоходе, по-моему, как-то у них движение было больше людей, и в целом у них была какая-то координация, потому что в Москве и в Питере одновременно находили пикерамцы. Следующий вопрос. Ну, это вот девочки, тоже я говорю, что о женском инспекционе, это группа, которая, такая молодежь, в Москве, ну, в педерном участке, которая, ну, такой, полупорнографический ролики они снимают, такие, экшен, инсталляции, так далее. Это, 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 следующий вопрос. Это в Москве уже во время выставки выходит ничем. Ну, честно говоря, похоже на такую плохую имитацию западных фактов, потому что там все-таки где-нибудь хорошо вынадо доставают, катаются, да, у нас как-то, ну, на третьем, приемночку постелитель есть, ну, это тоже, вот они собирают какие-то тушки на звероферму и покажут, что вот так вот все, ну, и все в крае. Это, это, да, имеет вот такую штаб-квартиру в США. Я говорю, денег у них очень много, это на уровне бизнеса уже, то есть любая идея, если сначала держится на руке, то на деталях, ну, что такое, а потом, кто-то умеет из-за всех, кого, война, кого матери, наверное, это, здесь делать что-то такое серьезное, ну, это, ну, я еще, конечно, докладку, но еще раз, потому что, вот само это слово, зеленое, перенитис, вот я, у нас в Кире, вроде, такой город, скажем так, больше, наверное, ценно, честно говоря, похож, только большой по размеру, то есть я подхожу, там, Чебуречное, да, а я все расписал, там, гриль еще, да, такими красными, буквами, мясо-то убийство, я подошел, он говорит, кто это класс, цислить, напорочистали, потому что, не понимаете, конечно же, грильписы, как их видели, я говорю, прямо написано, грильпис, чуть не, чуть не горочки показали, расписали, или на, это самый, у нас была серого дома, местная лавка, мы написали, то же самое, я зашел в классерку, такой, грильписов соединен, то есть, то есть, что, провожу, я не знаю, прин Case идет, В общем, против охотников наши оппоненты, антиохотники, выдвигают обвинение, которое можно условно расстелить на две группы. Первое, это именно охота не считает обвинения причиной карастрофического сокращения исчезновения животных в численности. Они считают, что охотники – это враги природы и истребители животных. Истребление волков – это, как они говорят, видовой террор и эко-геноцид. Вот такой термин сейчас есть – эко-геноцид, лиз, вот, и один из другого состоит. И считают они, что настоящие друзья природы – это именно праникальные защиты прав животных. То есть, животное равно человеку. В глазах обывателя, в первую очередь, пиротского жителя, только охота непосредственно направлена на использование животных и птицных обитающих. В современном обществе призывы охраняющих защищать природу традиционно находят отрики. Из-за распашки земельных строительства, деятельностей, предприятий, мы видим, как мы все знаем, огромное количество животных, которые стерили, в физические комбинаты, где надо что-нибудь будет. Ну, допустим, комбинат, который делает искусственный мир, да, зеленый мир, так называемый. А у меня какая-нибудь авария, да, и говорят, пошли химиканты. Какое там количество гибель на животных? Ты нащипал? Да, я не знаю. Я думаю, что среди антиокотников и разного рода борцов за право животных, очень много гуманитариев и практически совсем гриологов. То есть я вот, честно говоря, вообще не видел. Колебания численности из-за эпизаоти, природных цифров, разного, вырубки лесов, это для большинства людей. Люди просто не понимают, о чем есть, потому что нам многим рассказать не легче. Куда исчезла белка в лесу? И охотники перебили. Потому что вы перевели лес, дачными поселками разбили эти пути эмиграции, это никуда же не знает. А именно охотники и рыболовы, профессионалы и спортсменные любители, заинтересованы в обилие животных. Шагровая доступность – это богатое угодье, а за горизонтом, к которому охотнику хочется, конечно, это бескрайняя гидроутерализация резинового водя, где мы считаем, что где-то есть невиданное зрение, бескрайняя невольная консультация, просторность, а рыбы. Отношения зонозащитников в дикой природе способны разделить большинство охотников и поселок предъявления на самом деле. То есть, дикая природа – это шедевр, а шедевр, как известно, не имеет цены. Дикая природа всегда производит впечатление у человека самородного, сущее изначально для того, как кажется сверхъестественным, священным. Если дикая природа является священной, то ее уничтожение является формой греха. В общем, я когда читал именно «Радикальных защитников», то кто-то понимает, что, честно говоря, если слово природа, завидно слово охота, вы просто думаете, правда священная, конечно, совершенно иное, честно говоря, в смысле не теряется. То есть охотники на самом деле, а или даже охотники – это те же теми же теми. Идеи американского трансцендентализма, они постепенно старят, с чем того небыдля этого родоохранника. Человек ослабляется как представитель физического начала, а природа является носителем неисчерпаемой духовной силы. Есть такой трансценденталист, был у меня Генри Торрик, он как был, так и является духовный стиль, это охранник от природы. И вот он писал, «Жизнь без суд». Я ощущал, не не ощущаю, как и божественное действие, не менее высшим или, как я называю, духовной жизнью, на нём для тех первобытных веществ, охотники привлений. Быть может, рыболовству и охоте я обязан с ранней юности моим близким знакомствам с природой. Охоту, его хотели, когда считают чуть ли не первым антиохотником, он всё-таки считал, что она практически нету ничего, что могло произоменить для развития. Когда мои друзья с тревогой спрашивают меня, разрешать ли я съем охоту, я отвечаю, вспоминая, какую важную роль она сыграла в моём собственном воспитании. Да, делайте из них охотников, сначала хотя бы ради спорта, а потом пусть они будут могучими охотниками, пусть они будут ловцами человеческих людей. В жизни отдельного человека, как и человечество, бывают времена, когда охотники – это лучшие люди. Ну и как я уже говорил, что если я буквально ещё раз повторюсь, если в рассуждениях про то, что природа – это не что-то священное, то, что знают только избранные, если попытаться заменить слово «природа» на слово «охота», то смысл текстов не теряется, любой охотник там пишется. Хотя этот человек, который это писал про гробу, сказал бы «я зелёный», его мысль был зелёный, но оказалось, что, в принципе, я бы не сказал, что какая-то большая разница. Любое социальное явление, деятельность в какой-либо сфере имеет разные оттенки, есть и умеренные деятели, и максималисты. Интересно, что зоозащитники, занимающиеся охотой, известны. Охотники, которые бы ясно притиковали зоозащитников и призывали, требовали бы заглядить зоозащитную деятельность, как и у них, практически отсутствуют. Я никогда не стыкал, что мы говорим, что «давайте закрывай, мы берем письте, всё». Я не стыкал, я слышал, что самое великое мнение, «давайте ограничим охоту, потому что сейчас в охоте слишком много совершенно милых людей, которые понять не имеют. Если не купили этом, скажем, Сайву, взяли охоту, в госбилет и стреляют по курикам перевозчики на лужки». Я таких людей знаю у нас. Вероятно, у охотников и радикальных зоозащитников где-то разошлись пути. Это напоминает конфликт между растянщиками и корчевщиками. В романе «Гайс на неопределенной планете» есть такой роман, он очень хороший, что в 60-х годах на одной планете почему-то возникла вражда между горожанами и фермерами. В общем, никто не понимал, чем эта вражда подкажется. Они, скажем, какие-то внешние причины обороны, что причина-то не дали. И мы считаем, что рисок у них может. Это неверно. Еще два основных обвинения против охотников выдвигают наши оппоненты. Промысловую охоту для коренных молодых народов. Они еще могут как-то обрабатывать и согласиться. Но главная цель любого охоты, они считают, что это именно убийство. Получение удовольствия от охоты. Тихотники видят элементы какого-то психического неиздорожья. Ну, это, видите, такой примитивный гематический прием. Если становиться с одного этого слова, это уже считается, что психоаналитик, психоанализ, вот такой проводит человека. В сущности, охота представляет собой наиболее простой способ получения животной пищи, свойственной не только человеку, но и всем остальным же существам, чьи организмы физиологически приспособны к усвоению такого рода пищи. Хорошо известно, что охотиться умеют практически все приматы. Интитивное побуждение к занятию охотой умеет у всех людей, но не у всех они активированы. У тех, кто регулярно занимается охотой, охотящий стиль адаптируется к условиям среды и развивается у подавляющего большинства людей, они не востребуются со временем, и практически атрофируются. Все. Спасибо, Владимир Анатольевич. Если будут какие-то вопросы, меня будет, пожалуйста, на плачах будут задать. И третий наш на плачах, пожалуйста, не проходите. Александр Викторович Пушкин. Я его повторяю. Значит, уважаемые собравшиеся, тема доклада называется «Разработки и определение понятия антиохотник». Ну и сразу давайте перейдем ко второму слайду. Слайды все пронумерованы, вы можете делать себе пометочки, если что, к чему вернуться и по каким моментам задать вопросы. Ну, сразу обозначу то, что у нас имеется ряд, вот, можно сказать, конгломерат таких пульсирующих, плавающих понятий, которые в общественном сознании не имеют четких границ. И чтобы хоть как-то с этими вещами работать, нужно вести речь о какой-то формализации этих понятий. То есть нам нужно определить некий круг, круг, субъект вот этих общественных отношений, каким-то образом его очертить. Под всем понятием «пройтись» представляется довольно затруднительным в столь кратком докладе, поэтому я ограничусь понятием «антиохотник», представлю вам некоторые наработки, но в ближайшее время все это будет опубликовано в виде отдельной статьи. Я думаю, наш уважаемый ученый секретарь всем собравшимся сможет это разослать именно уже в опубликованном виде, потому что представить этот материал, ну, наверное, не хватило бы там полутора часов, чтобы весь этот текст пробежать. Ну, и надо отметить, что, слава Богу, наверное, что у нас в обществе имеется такой терроризм мнений, много высказывается разных позиций, и все они имеют такую субъективную окраску, то есть многие люди воспринимают это абсолютно по-разному. Это хорошо, но нужно приводить все это к некоему, так сказать, знаменателю. Вот. Дальше я тогда пойду по тексту, чтобы это все было короче. Итак, в целом, деятельность по защите прав и законных интересов граждан, в нашем случае граждан-находников, мы считаем одной из важных задач необходимой предпосылкой формирования демократического правового государства, провозглашенного, как известно, статьями 1 и 7 Конституции России. В связи с тем, что на постсоветском пространстве наблюдается повышение активности, особенно и в том числе интернет-активности, организаций и отдельных граждан, занимающихся антиохотничьей пропагандой, являетесь в случаях объявляющих своей целью установление полного или частичного запрета охоты или ограничения существующих форм охотничьего использования георесурсов, как отдельная самостоятельная задача нами рассматривается противодействие антиохотникам. Так, мы уже перешли на слайд третий. Давайте пока останемся на втором. Ну, тут еще можно, в кавычках, всех поздравить с тем, что в Казахстане у нас весеннюю охоту все-таки закрыли, то есть этот момент мы как-то немножко, мягко говоря, не доглядели. Широкое обсуждение охотничьей темы, отзывы на статьи и комментарии к ним, изучение статей, высказывание в сети, интернет и так далее, выявило, что как в житейском обиходе, так и в научных и публицистических статьях прослеживается отсутствие единообразия в понимании и применении таких выражений, как антиохотники, противники охоты, феномен анти, зеленые, темно-зеленые, зоорадикалы и тому подобное. Ну, также встречаются различные, пожалуй, уже широко применяемые выражения, такие как гуманьяки, голухи, зоушезанутые и так далее. Ну, чтобы абсолютно не вносить тут полную путаницу, я уж не буду говорить про всяческих там энвайронменталистов там и прочих деятелей. Там есть еще чего добавить. Экологисты и прочие, алармисты. При этом очевидно, что данные понятия не идентичны, и многие здесь несут различную смысловую нагрузку. В то же время некоторые из них, вероятно, можно воспринимать как синонимы с той или иной степенью допущения. Тут еще оговорюсь, что процесс формализации понятий у нас ведется в классическом варианте отсеивания чего-то лишнего, нахождением какой-то опорной точки и развитием дальше с нее. То есть мы шли по пути широкого рассмотрения, сужения, опоры и дополнения. То есть, ну, один из вариантов процесса формализации понятий. Выполненная разработка определения понятия антиохотник имеет довольно большой объем. А, ну, в принципе, я об этом уже сказал, то что, если что, как только, так можно будет все это разослать для более подробного ознакомления. Итак, цель работы выдвинуть предложение по формулировке определения понятия антиохотник. Мы будем придерживаться мысли о том, что в отличие от зоорадикалов, которые, как мы считаем, приносят вред или потенциально вредны для всего комплекса природопользования, в том числе для охотничьего и рыбного хозяйства, ветеринарии, животноводства и прочего, антиохотники, ну, опять, с известной степенью допущения условно, вредны только для охотничьего хозяйства, охоты и охотников. То есть мы делаем такую рабочую гипотезу и допущение. Значит, ну, впадать в философские размышления о формировании ими от каких-то альтернативных картин мира, разрушение традиционных ценностей, упразднение границ между человеком и животным и прочего в данной работе мы не будем. Чтобы от чего-то оттолкнуться, мы вначале приняли выражение антиохотник и противник охоты за синонимы и для отображения всех возможных вариантов понятия антиохотник использовали ряд различных признаков, по которым мы можем сказать о человеке, что он антиохотник или не является таковым. Признаки эти следующие, следует три, пожалуйста. То есть мы тут взглянули широко. Первым мы выделили признак мотивации. Тут может быть несколько вариантов. Первое – это когда человек по своим убеждениям против охоты в целом или отдельных ее, так скажем, элементов. При этом надо отметить, что против тех или иных видов или способов охоты могут быть и сами охотники. Второй вариант – когда человек не имеет внутренних убеждений против охоты или отдельных ее элементов. Но это и случай, когда человек сам охотник. Третий вариант – мы посмотрели по признаку публичности и непубличности высказанных. То есть первое – это будет, когда люди публично выступают против охоты в целом. И второе – это люди не выступают публично против охоты. Условно говоря, если у них есть неприязнь к охоте, то она не распространяется, чем за пределы круга семьи, родственников, близких друзей, знакомых, домочадцам или вообще держится в себе. Третий критерий – это стремление вводить ограничение охоты или препятствовать ее законному осуществлению. Тут тоже может быть как минимум три варианта. Я их вкратце обозначу. Значит, первая позиция – это когда ограничения или запреты вводятся или есть стремление их вести без внутренней мотивации и заботы об охотниках или охотничьем хозяйстве. Убудительный мотив здесь – это неприязнь к охоте, охотникам стремление снизить охотничью активность населения. Второй вариант по третьему пункту – это ограничения или запреты вводятся или есть стремление их вести с внутренней мотивацией как раз-таки наоборот – заботы об охотниках и охотничьем хозяйстве. Как пример, это разработка охотоведами, стратегии управления популяциями, в которых предусмотрено сокращение общего срока, ну, например, осенне-зимней охоты на лоси. То есть тут это делается, как говорится, с целью того, чтобы было хорошо к овостям и охотникам. Вот, ну, и третий момент в третьем пункте – это будет, когда люди, или в том числе группы лиц, физически, именно физически препятствуют осуществлению законной охоты по разным мотивам. Четвертая, значит, позиция – это у нас идет дискриминация и дискредитация. Тут мы ее тоже разбили на два момента. Первый момент – это умышленная дискриминация или дискредитация, в том числе и стигматизация, как вариант навешивания ярлыков охотников и охоты, основанные на неприязниках охоте, как явлениям в обществе, и неприязниках охотников. Второе – это неумышленная или частично неумышленная дискредитация охотниками самих себя. Иногда может иметь в виду стигматизации. Например, распространение в охотничьей среде самими же охотниками различных некоторых выражений, ну, все знают, как бывает возле кастрата, произносятся фразы типа того, что «Ну, какая же это охота? Охота – это неохота и ей охота». А другое – это неохота. В данном случае происходит самонавешивание ярлыков, которые умело могут использоваться противниками охоты, выпивных публикаций и прочих выступлений. Сюда же мы можем отнести и правонарушение в сфере охоты, если широко будем подходить вплоть до так называемых бумажных нарушений, и предположить, что за счет этого охотники сами себя дискредитируют. В общем, поначалу мы пошли таким путем. У нас получилось, если это расширять, порядка 14 вариантов, причем перечень незакрытый. И стало понятно, что нужно как-то все это сужать, чтобы избежать этой раскуречности. Так, значит, слайд 4, пожалуйста. Еще раз напомню, что формализация – это отсеивание всего лишнего, но сначала нужно было лишнее обнаружить. Вот новый виток наших рассуждений. То есть мы разделили понятие антиохотник и противник охоты, исключили из рассмотрения все случаи неумышленной дискредитации и случаи, когда есть неприязнь к охоте, как таковой их отсутствует. И ввели ряд критериев. Сразу скажу, что кто такие противники охоты в нашем рассмотрении. То есть под ними мы будем понимать людей, которые, по-простому говоря, не приемлют охоту как явление или отдельные ее виды, способы и прочее, но не афишируют это. Это всего лишь их личное мнение, которое они никому не навязывают и никого ни к чему не призывают, не агитируют и не пропагандируют. Итак, антиохотников же мы стали рассматривать как неких таких активных ребят, то есть именно ведущих антиохотничью деятельность. Кроме того, префикс греческого происхождения анти, он переводится на русский язык как против, противоположность и, кроме того, подразумевает под собой некое активное начало. Итак, мы определили, что антиохотники – это лица, осуществляющие антиохотничью деятельность. Вот поначалу просто так. Причем как физические, так и юридические. Далее стало нужно определиться с понятием антиохотничьей деятельности. Для разработки такого определения мы сочли, что оно должно отвечать как минимум следующими требованиями. Слайд 5, пожалуйста. Как уже выше было сказано, мы взяли как фундамент то, что антиохота – это деятельность вредная, вредящая, в узком смысле слова, только охотникам, охотничьему хозяйству, чтобы не расплываться, не уходить в зоорадикалму. Значит, понятность – определение должно быть понятным широкому кругу лиц. Определенность – определение должно исключать возможность двоякого толкования. Противоправность – к ней мы вернемся. И ограниченность, то есть действует на определенные комплиции явлений. Значит, по противоправности я сделаю небольшое отцепление. Дело в том, что то, чего мы будем касаться в нашем правовом российском поле, да и вообще, вещь довольно тонкая. То есть, с одной стороны, мы не должны где-то задушить и задавить демократию, но с другой стороны, должны использовать возможные правовые механизмы. Ну, как пример, можно вспомнить, что вот такое понятие, как нематериальные убытки, оно впервые к нам пришло в 2003 году через Конституционный суд, который опирался на решение Европейского суда по правам человека по делу Камергенцоль против Португалии. И оттуда к нам перекочевали эти понятия. Но в то же время европейская практика и наша практика говорит о том, что необходимо при каждом рассмотрении таких дел соблюдать баланс между, значит, правом на свободу слова и между причинением тех или иных нематериальных убытков, нематериального вреда как физическим лицам, так и юридическим лицам, то есть вот различным субъектам правоотношений. Итак, значит, из всего этого довольно большого тоже количества возможных противоправностей антиохотничьих, в определении мы оперлись на два из возможных. Пожалуйста, слайд 6. Значит, мы взяли два таких, скажем, правовых элемента института, нашу Конституцию и, значит, некоторые дела Европейского суда по правам человека. Значит, возьмем сначала ЕСПЧ, почему мы на него обратили внимание. Здесь идет речь о противоправном, именно физическом противодействии осуществлению законной охоты. Хороший пример это решение Европейского суда по правам человека 1998 года по делу Стил и другие против Объединенного Королевства. Значит, там речь шла, в принципе, о чем? Во время проведения традиционной охоты на лисиц, некие зоозащитники, они физически препятствовали осуществлению такой охоты. Охотники в итоге вынуждены были обратиться в полицию. Ну и, как говорится, пошло-поехало, дело зашло до ЕСПЧ. ЕСПЧ в своем решении подчеркнул, что охота – это именно законная, противоправная деятельность, которой нельзя мешать физически. Но можно высказываться о ней в рамках права на свободу слова, не переходя, опять-таки, из местных границ. В то же время, почему важно это решение? Тем, что они дополнительно сделали некоторые разграничения по понятиям права выражения мнения, права на свободу слова и права осуществления каких-либо действий. Так, понял. Значит, переходим сразу к Конституции. Значит, в Конституции есть у нас часть 2 статьи 19, которая говорит о дискриминации. То есть, опираясь на данную статью, не говоря уже о ряде положений Кодекса об административных правонарушениях и, соответственно, уголовного нашего законодательства, можно исходить из того, что такими действиями, то есть антиохотничьим и противоправными, можно признавать деятельность, направленную на дискриминацию охотников как социальной группы, выделяемой по такому признаку, как род занятий. Поехали дальше, время поджимает. Таким образом, опираясь на правовые аспекты, мы оттолкнулись от такого понятия, что антиохотничья деятельность – это противоправная деятельность, направленная на дискриминацию охотников как социальной группы, или направленная на умышленное противодействие осуществлению законной охоты. А антиохотники – это лица, значит, осуществляющие антиохотничьи деятельности. Но при дальнейшем рассмотрении стало понятно, что мы даем определение не исключительно в правовой сфере, у нас есть еще ряд моментов, которые мы должны включить в это определение, которые могут быть как противоправны, так и вполне правомерны. В итоге мы ушли от ограниченности действия определения только в отношении правонарушений. Несколько увеличили… Можно сразу восьмой слайд, пожалуйста? Тут как бы структура формализации обозначена, но если видно, то видно. Сейчас я немножко поясню. То есть вот сначала мы взяли вот этот участок и дальше начали добавлять по ступеньям. Сейчас расскажу, что мы добавили. То есть увеличили охват этой деятельности потихонечку и расширили сферу действия определения за пределы его отношения только к охоте как к явлению. То есть мы там добавили отдельные элементы. Тут все-таки остановлюсь чуточку поподробнее. Три минуты мне они как раз и нужны. То есть к первоначальному определению мы начали добавлять признаки агитации и пропаганды, формирование целенаправленное и умышленное, естественно, формирование отрицательного образа охотника в обществе и плюс расширили это действие, то есть стали рассматривать антиохотничью деятельность не только в отношении охоты как явления в целом в человеческом обществе, но и по отношению к различным ее видам и способам. Таким образом, у нас определение антиохотничьей деятельности получилось следующее. То есть антиохотничья деятельность это публичные выступления, заявления, ну за исключением научных работ, агитация и пропаганда против охоты как явления или отдельных законных ее видов, способов и методов, а также разрешенных орудий, умышленное формирование в общественном сознании отрицательного образа охотника, а также деятельность, направленная на дискриминацию охотников как социальной группы или направленное на умышленное противодействие осуществлению законной охоты. Плюс в этом определении, по нашему мнению, в том, что тот, кто не приемлет охоту как явление или отдельные ее законные виды, но не делает по этому поводу публичные заявления и выступления, не занимается антиохотничьей агитацией и пропагандой, умышленным формированием отрицательного образа охотника в обществе, а также физическом противодействии осуществлению законной охоты, не подпадает под это определение. Таких людей можно относить лишь к противникам охоты, но это, так сказать, дело их личного отношения к охоте и не более того. Ну вот, таким образом, я вкратце попытался изложить эти наработки, но, конечно же, в опубликованном виде с ними можно будет поработать более конкретно. Спасибо за внимание. Я еще на несколько минут займу ваше внимание. Моя коротенькая совсем презентация, которая бы завершила логически круг представленных здесь рассуждений. Георгий Ильич, вы не его переключаете? Дело в том, что в противостоянии антиохотников и охотников существует ряд сложностей, которые мы обязательно должны учитывать, если мы хотим в дальнейшем что-то с этой темой делать. И первая сложность состоит в том, что охотников, как таковых, легко обвинить в защите собственных, так называемых, шкурнических интересов и желаний просто убивать ради забавы. А вот, к примеру, что мы можем увидеть в эти охотничьи пропаганды, не называя авторов, кто хочет, кто найдет. Ведение охотничьего хозяйства уродует природу, утверждают они. Ибо всякое хозяйство есть уродование природы. Представляете, вот, извращенный аргумент. Охотники уничтожают хищников своих конкурентов, согрязняют воду, интересно, чего? И почву свинцовой дробью, держат диких животных в постоянном стрессе, отстреливая самых красивых, сильных животных. Охотники являются виновниками селекции наоборот. Любой человек, который хоть немного разбирается в охоте, понимает, насколько ничтожны эти аргументы. Но на мозг человека, который не причастен к теме, на мозг обывателя, они действуют очень хорошо. Я в дальнейшем продемонстрирую вам еще несколько примеров такого целенаправленного воздействия. Мало того, что в пропагандистских утверждениях такого толка содержатся, а что нелепые утверждения, в них еще и полно различных грамматических ошибок. Вместо полувозрастной структуры мы видим полувозрастную структуру. То есть люди не знают, о чем они говорят. Выдавая это за наукой, пожалуйста, следующий год. Сложность номер два. Охотникам сложно красиво продемонстрировать обывателям свое положительное влияние на природу. Никто не видит прямого вклада охотников в природу охраны людей. СМИ рассказывают об этом недостаточной линии, рассказывают вообще. Я говорила, у нас очень мало площадок. Это зал, где мы сейчас находимся, одна из немногих, где мы можем контактировать с неохотничьей общественностью. Обыватели не видят дичи разведения, не замечают подкормки охотничьих животных, которые зачастую помогают им выжить. Они не представляют себе роли регулирования численности хищников. Дегерметизация охотничьих животных. Можно называть еще множество факторов, которые мы делаем для того, чтобы сохранять нашу природу. Природоохранникам и зоорадикалов достаточно просто красивых, понятных, ясных акций. Любого уровня. От акций «Посади дерево, сделай скворечник» и реализации всевозможной рекламной продукции «Купи кружку, спаси мишку» до самых жестких, тех, которые уже были здесь сегодня продемонстрированы предыдущими докладчиками. Пожалуйста, в следующий кадр. Вот я представила здесь найденные мной в интернете изображения разного уровня акций. От вполне безобидных интернет-конкурс-кормушек, реализация Altai Nature'а в рекламных суммах с манулами по, по-моему, по 12 евро или долларов, и такие кровавые демонстрационные загримированные акции-виды. Все, что угодно в их руках в следующем кадре. Вот замечательная инструкция, что можно, может поделать с охотниками каждый. Любой. Вот сегодня он, девушка пошла, купила помаду в магазин, еще что-то поделала, а завтра она может принять участие в акции. Что сделать? Каждый может сделать против спортивной охоты. Акции, протесты, пикеты, блокады против открытия охоты, охотничьих выстроков и так далее. Мы все это видели. Здесь одержатся откровенные призывы к вандализму. Граффити на охотничьих магазинах. Дальше опять мило-тихо проведение конкурсов детских рисунков против охоты. Публикации антиохотничьих статей в СМИ. Да, к сожалению, в общие обывательские СМИ нас приглашают в неохот. Создание антиохотничьих сайтов в интернете. Выпуск антиохотничьей литературы. Саботаж охоты распугивания охотничьих животных перед охотой. Мне интересно, как товарищ предлагает это делать, но тем не менее имеет место в украине. Экотаж против охоты. Уничтожение охотничьих выстрелов. Опять вандализм. Порча чужого имущества. Это уже наказуемое преступление. Это открытый призыв к вандализму. Как вступление в организации, борющиеся со спортивной охотой. И создание таких организаций. Заклеивание с помощью суперклея и подобных плюев замков в охотничьих магазинах тоже вандализм, о котором я говорю. Но самое смешное. Разбрасывать в местах охоты человеческие волосы. Их можно бесплатно достать в парикмахерской, чтобы животные, лучшую запах человека, уходили из мест отстрела. Чудо. Следующий. Никто не задумывается о том, что если не будет охотников, а это важный экономический фактор, мы регулируем численность хищников. Медведей, волков, лис. Почему важный экономический фактор? Потому что если это не будут делать охотники, на это придется брать деньги из госбюджета. Человечество как вид, к сожалению, в изменившемся мире, вынуждено бороться за то, чтобы занимаемая им ниша оставалась в свободе. Мы не заинтересованы в том, чтобы поповой у нас белые лисы. Мы не заинтересованы в том, чтобы мирно жить, сосуществовать с крысой. Мы вынуждены с ними бороться. Сейчас они застреливают охотники. Пожалуйста, в эти выходные добыта вот такая вот лиса. Автор здесь представлен, пожалуйста, число. Отстреливают больного хищника. Никто этого не видит. Это остается незамеченным. Обыватели замечают охотников. Тогда, когда лиса делает подкоп и влезает днем в курятник. Тогда они идут в деревню, где у меня дача, ко мне. И говорят, отстреляй лесу. Тогда охотник становится нужен, когда его курс ели. А заранее, конечно, в 2 часа. Пожалуйста, следующий кадр. Еще одна сложность, которая заложена, к сожалению, в самой сущности охоты. Охотники не заинтересованы увеличением числа охотников. У нас нет целевой программы по увеличению охотничьей активности населения. И нет, не стоит задачи сформировать класс потребителей, как, например, в Америку. Там имеется огромное количество разных программ. Начиная от программного увлечения женщин в охоту, в сферу охоты, под воззвуком «Быстрели ужин для своей семьи», заканчивая популяризацией охоты среди детей. Например, недалее, как вчера утром, я смотрела передачу «Как это сделано?» по «Дискавери». Там показывали, как делают манки для утренков. И применение этих манков показали на семье. Папа с тремя дочками сидит в скрабке, дудит в этот манок, он дает им оружие. Они стреляют один из южных штатов Америки. Замечательно. И в конце они говорят, а вот теперь из этих уток мы сделаем дома барбекю, у нас сегодня будет замечательный муж. Все. Здесь этого нет. У нас, к сожалению, этого нет. У нас отсутствует и господдержка. Но присутствует конкуренция за лучшие возможности охоты. Я думаю, все понятно. В пику одно из основных направлений деятельности природоохранных и зоорадикальных организаций это привлечение новых членов и пропаганда своих идей и движений. Следующий слайд. Стать охранником птиц, защитником птиц. Очень просто. Товерь семейный. Союза охраны птиц России. Всего лишь 300 рублей. Эта мелочь позволит любому обывателю почувствовать себя нужным и важным. Усилий на копейку, чувство собственной гордости на миллион. Пожалуйста. Все расписано очень легко. У них же, кстати, принадлежит конкурс кормушек. Все поставили на широкую ногу. Дальше. Объект действия охотников. Это охотничьи животные или ресурсы, как мы вынуждены говорить. Данный ресурс, хоть и возобновим, но ограниченно подвержен истощению не только в результате ошибочной выбранной стратегии использования, но и по влиянию неблагоприятных природных антропогенных факторов. А общественное мнение в любом случае обвинит охотников. Все мы прекрасно знаем, как действуют весенние дожди и весеннее похолодание. Нам в овоковах птиц, к примеру, в первые дни жизни достаточно 2-3 дня холода и дождя, чтобы птицы погибли, а обвинят охотников. Достаточно неблагоприятной погоды зимой нас ожилить. Погибли взрослые птицы-тряпчики, тетерева, что же с ними случилось? Обывателю с удовольствием скажут с ними. Их выпили охотники. И он поверит. Потому что он не знает о том, сколько почек березы нужно съедать тому же ряпчику в день, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. Эта информация не будет. Он будет верить тому, что ему скажут. Участники природоохранного движения и зоорадикального движения, напротив, ничем не рискуют. Даже безответственная и безосновательная критика может быть хоть не за успешные действия. Опять же, из антиохотничьих программ пропаганды маленькая цитата. Небраконьерских охот сейчас почти не бывает. Все дело только в степени браконьерства. Однако, нужно не забывать, что даже любая охота, ведущаяся по правилам, все равно наносит ущадку экосистему видов животных. Смотрите. Все. Поэтому я не вижу особого различия между браконьерами и законопослушными охотниками. направление движения понятного. Дальше. Четвертая сложность. Разрешение. Четвертая сложность. Охота требует обучения вложения средств в силу времени. Все мы прекрасно знаем, сколько стоит снаряжение. Мы все прекрасно знаем, что для того, чтобы стать охотником, настоящим охотником, нельзя просто приехать в лес, пару раз пострелять по бутылкам и войти, добывать и набить свою целую корсину. Не буду даже говорить о себестоимости содержания охотничьей собаки, о том, что нужно вложить в охотничью собаку, для того, чтобы она стала настоящим другом и помощником. Все это требует того, чтобы жить охотой. А чтобы природоохранным организациям легче привыкать к вам к членам. Они не связаны с законодательными ограничениями, по оружию в частности, ограничениями по возрасту. Они могут писать любую безграмотную, но привлекательную для обладных чувств. Они могут работать с детьми. У них нет, они не подпадают под цензуру. Пожалуйста, все что угодно. Огромная аудитория. Их принимают с удовольствием, потому что они же такие хорошие, они из лучших спасают. Чтобы стать защитником природы, не нужно тратить, как я уже показала, большую сумму денег, а, кстати, можно не тратить их вообще. Что очень привлекательно. Согласитесь, вот один крик, и ты уже сделал доброе дело. Ты спас зверушку. Усилий на копейку, а гордости на миллион. Пожалуйста, свежищество. Вот, например, последняя петиция демократов.ру. Запретить весеннюю летнюю охоту. Обратите внимание на термин. Я специально сделала скриншот. Это не мое изобретение. 1114 голосов за, 88 против. Следующий, пожалуйста. Я зачитаю вам кусочки из этой петиции. Уже не первый год и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Натуралисты говорят о значительном сокращении популяции водоплавающих птиц и других пернатых, а также олеги, косуль и прочих животных. Замечательно. Главная причина охоты. Их тезис оставляет. А ведь весна и лето как раз то время, когда у всех видов период создания семьи. Прошу обратить внимание на этот текст с точки зрения психолингвистики. А сколько оставлено без родителей крошечных птенцов и детенышей? Сколько обрехи, которые обречены ноги? Сколько оборвано красивых брачных танцев и песен? Ради чего? Мало того, что животного птица. Подчеркиваю. В результате интенсивной хозяйственной деятельности человека осталось не только уж много места. Их ради забавы лишают даже возможности жить. Охота перестала быть необходимостью для выживания человека. Просто развлечение, кровавая забава, безжалостное развлечение. Снова птицам и животным. И опять же, в весенне-летний период птицам и животным жизнью. Абсолютно безграмотный текст, но он и работает. Следующий коррект. Экологическое воспитание в России, о котором я уже начинала говорить, полностью оторвано от охоты и основано зачастую на экологической лжи. Во-первых, телевидение. Я даже не буду останавливаться на ужасающих программах Тимофея Бажанова, который берет в руки животных, чего делать нельзя никакой лжи, целуется с лисами. Я все жду, когда это первый случай, когда кого-то упусят. Это кошмар. Любой здравомыслящий охотник и биолог, и соолог знает, что если дикое животное от вас не убегайте, то ему что-то очень нехорошо. И лучше убежать от него, и позвонить в хаталину. Что-то произошло. Это ненормально. Здоровое животное убегает, а он убегает в химии. Почему он улучшает? Фильмы, мультфильмы, Дисней. Все это тоже уже известно. Начиная с Бэнби, заканчивая прочими замечательными плюшами существами. Мягкие игрушки, изображающие добрых хищников. Надо спасать тигров, они же не плюши, их нужно взять и игрушку. Учебник «Окружающий мир». Я покажу вам из него картинки в концертном выступлении. Это вообще песня. Ну, две страницы, четвертый класс, нормально. Но главное, что в этом учебнике уже знает, это в трех местах, в одном абзаце, в формировании четкого логического мостика охота браконьерства. Мы вернемся к этому. К сожалению, сейчас тенденция такова, что идет работа по созданию и закреплению в головах иллюзий, разумурующей жизни с чистыми ручками, без умерщвления животных. А жители больших городов не видят, откуда берется их мясная еда. Она просто лежит на прилавке, и нет никакой ответственности. Ты купил куриную грудочку, ты не видел, как жила эта курица. Люди уверены, что если они не едят мясо, то ничего не происходит. Что с животных автоматически перестают побывать. Они никогда не видели, как пашет трактор. Когда ты видишь пару пуликов, которые сначала ходят по непаханному пулю, пусть и по старой стерне, потом исчезают на нескольких дней, а по пулю проходит трактор с резакальником. А потом ты видишь эту же пару, и одного куличка нет ножки. Что же с ним произошло? А на этом поле выросла вполне вегетарианская еда. Этого не видели. Проводились, насколько мне известно, в Европе акции о направлении на то, чтобы спасать из больших полей косулят. Ведь косуля прячет своего ребенка. Дети с родителями принимали акции, участие в этой акции, ходили по полю перед тем, как поле будет подвергнуто уборке урожая, выносили этих косулят на край, вкладывали эти акции. Никто не видит этого. Хлеб, все оборожается. Да достаточно, не обязательно даже приводить в пример распашку. То, о чем я сейчас сказала. Важно понимать, что любой продукт и вообще жизнь в городе, в городе, как таковом, она невозможна без, к сожалению, уничтожения теплопровных живых существ. Дератизация. Каждый из вегетарианцев, веганов спускается и не трогает. Капелька из тех денег, которые он заплатил за билет, идет на дератизацию метрополитена. Он платит кварплату. Он оплачивает убийство бедным животным. Пожалуйста. И сейчас мы посмотрим обещанное. Далее, посмотрите. Долгие годы люди охотились на белых медведей и моржей. В результате эти звери стали редкими. Их занесли в Красную книгу России. От рук браконьеров страдают у тюлени. Необходимо защищать животных от истремления. Браконьеры охотились. Первая связка. Следующее. Это вот этот учебник для четвертого класса. Дети. Я все-таки закончила педагогический вуз. И представляю, как некоторое время работала в школе. Я знаю, как идет запоминание. Вот эти тексты в таком возрасте, они впечатываются в мозг. Смотри. Большой вред животному миру тундра наносит и незаконная охота, браконьерство. Ребенок не запомнит слово «законная» и «незаконная». Он не знает в четвертом классе, что такое «законная» и «незаконная». Он запомнит слово «охота, браконьерство». Вот эту связку. Далее, следующий слайд. Там будет тоже такой же пример. С давних пор люди не только распахивали степи, но и охотились на степных животных. Сейчас охота на редких животных запрещена, но этот запрет часто нарушают браконьеры. Браконьерство – еще одна экологическая проблема в этих краях. Не нужно быть продвинутым психолингвистом, чтобы понять. Охотились. Охота. Браконьеры. Браконьерство. Информация к размышлению. Спасибо за внимание. А теперь вопросы. Попрошу, наверное, всех докладчиков подойти сюда. Любому из нас можно задать вопросы. Нет, я не могу. Георгий Ильич, благодарите, процессы. Я вам, наверное, как все докладчики, но никто не затронул к теме социального подопления всей этой системы. Дело в том, что в советских времен резко изменился состав охотников. Количество охотников уменьшилось вреда. И все артистские общества, которые следили за своими уводьями, коллективами, которые подкрали животных и прочее. Право охоты устроили в руки малого количества людей. Цена на охоту резко росла. Вот этот момент, который не тренинг в ваших связи. И это одна из причин, почему появляются такие антиохотничьи опознания сейчас. Когда все были вручены в это дело, не было никаких разговоров о вреде охоты. Дичь была, все было. Все люди участвовали в охоте всего прекрасно. И с детства воспитывались. Я, например, с 17 лет стала охотиться. Очень много времени. А сейчас никого не стащишься. Это не потому, что они не хотят охотиться. Вот такие книги и все прочее. И вообще прессинг, когда там и там и там, и там закрыто, и не выходит ни денег по охотничеству. Потому что вот этот момент, это не один из 20 лет не затронул. Вы сейчас сказали о моментах о книгах. Еще один небольшой аспект. Дело в том, что природоохранные организации и даже зоорадикальные организации могут использовать готовые букеты, просто переведя их на русский язык. К сожалению, мы сейчас утратили сегмент детской литературы, который бы популяризировал охоту. Вот, например, на моей страничке в Facebook я разместила картинки из бурзилки. Мальчик с ружьем, охотничьи рассказы, охотник с гонщик. Все это будет. Сейчас в России нет ни одной вот такой специальной книги, написанной для детей, которая бы рассказывала о роли одной. К сожалению, европейские книги, я, Татьяна Сергеевна, не упоминаю даже того несчастного, ту несчастную книжку, как она называлась, Евгений Иванович? А, Hunter in Wonderland, охотник в чудесной стране, вот с женского охотничьего съезда. Это вообще безобразие, это какой-то кошмар. Есть нормальные книги, в частности, на немецком, на испанском языке, которые рассказывают о роли охоты совершенно нормальным, еще доходчивым языком. Например, немецкая книга, издательство Нойма Нойда, называется «Ты печень не поддержишь», рассказывает о том, как девочка первый раз идет с дедушкой на охоту, и он ей рассказывает о том, что именно они делают, почему они стреляют этого, эту косулю не стреляют эту, почему они не стреляют оленя и так далее. Но их нельзя напрямую перевести на русский язык. У меня на сайте в разделе перевода, есть перевод этой немецкой книжки, он просто текстовый, без наложения картин. У них другие социальные реалии, у них другое немножко позиционирование охоты. И если мы эти книги переведем, они здесь не сработают. Нам нужно создавать что-то свое. А это финансирование, это издание, это продвижение. У нас это в совершенно не было. Еще вопрос. Можем я еще добавить вопрос? По численности охотников. Охотников не стало меньше, по крайней мере, формально, просто по счету. Я о качестве этих охотников, о качестве подготовки не говорю. Это другой вопрос, но меньше их не стало. Единственное, что изменилось за последние 30-40 лет, это охота переехала вместе с населением с сельской местности в города. Сельское население очень сильно сократилось, значительно относительно общей стоимости жизни обеднело, и большая часть охотников переехала в города. Сейчас преобладающие большинство охотников, конечно, городские жители. Но меньше их не стало. О дичи, вот Владимир Анатольевич, может быть, подскажет, кто из римских классиков, у кого это было. Но это было точно у древних римлян. Дичи стало меньше, молодежь перестала слушаться старших, и дичи стало меньше. В древнем риме. Как сказал несколько лет назад один мой знакомый, дичи всегда было одинаково. То есть, с точки зрения охотников выходного дня, охотничьего эльдорада никогда не было. Всегда были проблемы с поисками дичи, всегда были ошибки, неудачи. И, в общем, я бы не сказал, что радикально снизилась численность обычных охотничьих видов сейчас. Колебания есть. Ведь это значит, понятно, что богатые дичи угодья отступили от крупных городов. Но, в общем, нельзя сказать, чтобы дичи стало там в разы, именно порядок меньше, чем это было несколько десятков лет назад. Еще вопрос. Я могу... Тихо, 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 тихо. Прошу вас. Поскольку здесь собрались специалисты, то хотелось бы знать о вашем отношении к петельному лову, который был в ноябре. Сергей Иванович, я бы тут тоже говорил. Сергей Иванович, я прошу, я прошу, я прошу, я прошу, я прошу, я прошу, я прошу. Давайте четко разграничим, о чем идет речь. Речь идет о петельном лове. Да, да. Речь идет о сертифицированных петельных столовах или речь идет о петлях, сделанных из простой проволоки на коленке. Если мы сейчас не разграничим эти понятия, то мы свалимся в обсуждение необсуждаемого. Потому что если... Это вопрос к Сергею Ивановичу, продолжение он закончит, но если речь идет о сертифицированных петельных столовах, отношение к ним одно. Если речь идет о браконьерских петлях, которые были всегда и будут всегда, это совершенно другое отношение. Все, Сергей Иванович. Очень жаль, что авторы вот этих поправок не смогли правильно аргументировать необходимость этого изменения, необходимость разрешения вот этого частного, узкоспециального разрешения на предъявление петель. Во-первых, речь идет о эффективных убивающих петлях для отлома хищников, наносящих вред волков, в частности волков. Они применяются в Северной Америке повсеместно, они эффективны, они не запрещены. И здесь, сейчас, в России, ну, другого, настолько эффективного и безопасного для прочих животных орудия отлова просто нет. А почему же копытные попадают в кабаргай? Кабаргай и волк, это вопрос отдельный. Во-первых, кабаргай, это такой совершенно беззащитный маленький оленьчик, которому осталось 10%. Там, где живет кабарга, нет волков, потому что там, где появляются волки, там исчезает кабарга полностью в ноль, потому что кабарга для волка это вот такой маленький дырожок на ножку. И другие, и косули попадают. Кабарга особен. Разрешите мне ответить, как одному из запомянанных Сергею Ивановичу людей, которые не сумелся обосновать. Мы вообще довольно посратьли много бумаги, погубили много деревьев этим обосновывая. Другое дело, что далеко не всегда это выходило куда-то дальше стен министерства. А если выходило, то из урода. Не сторож, но нашим братьям вышел. Немножечко о юридической стороне этого дела. Сергей Иванович Руслан сказал, что это узконаправленный инструмент для контроля численности крупных хищных, в данном случае волков. Подвергнулся начальник Шкакал, с которым сейчас кошмар творится в Южной Бен России. Это не... Изначально вообще не подразумевало, что петли будут использоваться для охоты вообще. А петли будут... Подразумевается, что петли будут разношены для охоты в целях регулирования численности. Что такое охота в целях регулирования численности? Вы зря качаетесь, voices пошли сначала, потом мы будем принимать решение. Охота в целях регулирования численности. Есть четко совершенно алгоритм, как выдаётся разрешение. Решение дается не дядя, не петь, не егерем по плату, не так далее. Она выдается четко именное, на четко совершенно обозначенное разрешение территорию с указанием методов срока действия и орудий применяемых. Более того, это разрешение подписывается главным лицом, руководителем, ну, образно говоря, управления охотничьего хозяйства, субъекта федерации. То есть просто так дядя Арбасия судится, это разрешение получить не сможет по плату, за услуги и так далее. Слишком велика ответственность лица, ему все эти мелкие шашни вокруг этих дел совершенно не нужны, мы больше потеряем в случае скандала. Да, мы все прекрасно понимаем, что в любом субъекте федерации есть некое количество людей, которые к этому руководителю ногой дверь применяют права. Это реалии нашей жизни. Но уж поверьте мне, никто из этих людей не нужен ему в сто лет эти петли. Да уж лучше он возьмет разрешение с вертолета или со снегохода походить, со тех шамалков, чем собирать снег зашиворот, лазя по костам с петель. Законение это, закон, закон выпускает применение петель. Совершенно верно. Я еще раз повторяю. И вы что, одобряете? Он разрешает только для регулирования численности логов. Так назвать-то мы это назовем. Нет, подходит с юристической точки зрения, это может, конечно, все, что будет. Вы, если вы положите волка рядом, лошадь будет в 5 метрах, храпеть и шарахаться, никогда кабарга по волчьим тропам ходить не будет. Никогда. Это страшно, с ней такой не приснился. Извините, но вот здесь специалист. А специалист кто, извините? Железнов Чукотский. Он доктор наук, между прочим. Он всю жизнь работал в Магаданской области, где кабарги нет. Кабарги нет, но он ее упоминает. Ладно, снимай. Он как раз и говорит, что вот у меня есть его, переслал он свое письмо, что звери, все звери ходят по определенным тропам. Ну, вам-то это как охотникам интересно. По-своему. Нет, не то, что у волка своя, малка. Своя, у этой контейны. Нет, не то. Вы выберете не только титули, чтобы с вас с вами нажать с новой чуколка. Давайте, давайте, если шуще урегулируем. Я тебя говорю, антистов базар. Чего мы не можем не поздравить. Пожалуйста. Значит, вы не будете подписываться под его обращением. Мы девка не умирали. Вы бы не отмасили вас. Она абсолютно кинептура. Я переслала ему сегодняшним этим, но он не явился. Если бы он при обращении обоснует, мы его рассмотрим. Но, сначала, обоснуем. Назвать то, что человек является доктором науки, лидия. И это на эту же руку, которая говорит, что снежный человек живет в сухом измирении и на сюда приходит. Это доктор науки. Ну, при чем тут снежный человек? Ну, хорошо. Давайте я вам приведу. Это охота. Охота громадную роль сыграла в нашей человеческой истории. Ну, не вам мне говорить, что мамонты погибли за первобытных охотниками. Охота громадную роль сыграла в сухом измирении. Никакой метеорит их не уйдет. Это во-первых. Это во-вторых. Во-вторых, 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 минутку, не перебивайте Играем сейчас колоссальную роль. Особенно для цирка. Вы сейчас уже, наверное, все время слышали, что во Франции там запретили этих животных в цирке. Да и у нас сейчас тоже. Они еле держатся сейчас в нашей цирке. Никаких сейчас. Так что это громадный мир. А кроме того, мир движется к вегетарианту тоже. Если можно, давайте сначала закончим с вопросами. Давайте читать свою репту и будем послушать. Нет немецкие замечания, которые занимают зеленых, которые действительно от вас просто говорят. Что-то вам не просто выиграли. Вы за охраной пошли? Нет, нет. А мы же уже не мешаем. А, какие там все? Давайте мы будем про негрампу. Это же романский поговорить. Вы остановились или не к этому? Давайте все. Я виселином Тобик. К вам как специалистам, которые на круге знают. Как вы думаете? А можно я задам? Косуля себе. Это Данилка. И говорите. Не, не этот самый, не Железновчик вот, а Данилка. Вы срываете заседание, да? Говорите, собственно, со мной. Вы срываете заседание. Возьмите ворота. Возьмите, забивайте галы. Если нет, я закрою заседание. Мы все уйдем отсюда. Да ради Бога. Хорошо. Я не могу. Вы оговорились, или вы действительно так считаете, что природа без нас, охотников, сможет жить? Природа вообще без человека проживет прекрасно. Без человека в современных условиях. Природа без человека предположит, предположим, что исчез человек. Природа урегулирует свои взаимоотношения хищниками. Я по-другому поставила вопрос. Я поставила вопрос, что сегодня урбанизированная природа с антропогенным фактором, если из нее убрать охотника, просто охотника, только охотника, одну категорию используемых в природных ресурсах, и убрать охотника, сможет природа дальше жить? Или ей все равно на смену охотника кто-то должен прийти, который будет помогать регулировать охотничьих животных или ресурсов? Очень показательный пример. Они сами подрегулировали. Очень показательный пример это волк. Несколько лет назад, разными изменениями правил охоты, законом об охоте, законодательно, нормативно, жестко ограничили возможность охотиться на волку. Жестко. Сначала он там был особо ценным, потом в сроки, потом по разрешениям, потом еще как-то. В результате поискать в интернете, вот сейчас включить, полно сообщений, волки бегают по населенным пунктам, едят собак, очередь за детьми и людьми вообще. Вот пример того, что мы упустили вот это вот, утратили этот механизм регулирования численности волок. Природа отрегулирует все на уровне приемлемого для себя, а не для нас. Если мы хотим тут жить, то надо действовать в своем мире. Тогда получается, что заявление представителей Альфа, представителей, ну, английский отодвигаю в сторону, они ушли от этого, но Альфа Воронцовой, который говорит о том, что мы не должны вмешиваться в любую популяцию животных, включая крыс, глобов, чего там еще, вмешиваемся в регуляцию клещей и так далее, то природа способна сама отсаморегулировать любую популяцию животных, потому что животные для меня это не только грубные клейки, хищники, а это все животные, включая тех, которых мы регулируем, даже не замечая в том, что мы вмешиваемся в их популяции. Природа отрегулирует, но не в наших интересах почти наверняка. Уровень, на котором она это отрегулирует, будет какой-то другой и, возможно, абсолютно неприемлемый для человека. А так можно договориться до того, что давайте тараканов внесем в Красную книгу. Вот кто из присутствующих, когда последний раз видел тараканов? Я не призерну, я примерки. Сходи в булочную районную, увидишь. Ну и сложно. Еще раз задан вопрос о петлях. Есть еще один комментарий по вопросу о петлях. Александр, прошу. Я вкратце коснусь. Дело в том, что в общественном сознании создается мнение, что петля – это вот что-то такое ужасное. В основном всегда говорят, что это оплов крупных хищников, обычно снежных барсов, кабарги. Там тоже туда же. В общем, все крупные, красивые животные. Но специалистам для охотоведований известно, что есть масса разновидностей петельного лова, которые применяются как в России, так и в разные разновидности. Ну, по крайней мере, на территории России описано большое количество петельных способов лова. Начиная с отлова пернатых птичек, заканчивая, конечно же, крупными хищниками. То есть петли бывают разные. Разные способы их применения, разными социальными группами, при разных обстоятельствах. Есть разные виды охоты. Промысловая, любительская. Само культурное наследие, даже изготовление вот этих самоловов, оно уже подлежит некоему уважению, как нечто передающееся из поколения в поколение. Мы должны уважать социальные моменты. Нет, секундочку. Дело в том, давайте дадим отметить, как власть защиты человека. Допустим, всегда рисуется петля, любая петля. Нам рисуется, что канадская и сертифицированная, что наша нарябчика, что французская надрозда, что, значит, петля на волка, как абсолютно все негуманное. Но тогда можно задавать ряд различных вопросов. Например, чем негуманна петля нарябчика? Чем? Рябчик, попадая в петлю, моментально взлетает, тут же задергивается. Никаких мучений там не происходит. Ломает шейные позвонки? Да. Сломаны шейные позвонки, дичь висит. Попадание в эту петлю других нецелевых видов практически исключено. Если туда, допустим, в редких случаях засунет голову кухарем, просто разрывает, петелька делается из жилковых волосков. В основном, традиционно. Если туда попадает белка, она ее перегрызает. Плюс из всех способов добывания рябчика, а у нас известны способы с подхода, с манком и, соответственно, петельный промысел. Вот орнитологи знают, что петельный способ меньше всего нарушает естественную структуру популяции данных моногамных птиц. То есть остальные способы по моногамным птицам, например, способ с манком от стрела, он немножко дестабилизирует эту популяцию. Я уж не говорю просто про экспериментальные вещи, когда на один и тот же участок в виде экспериментов выбивали из года в год постоянно рябчиков на ограниченном участке в междуречье. А при том, что петли это не только волк, это и рябчик. У нас сейчас идет повальный запрет на петельный лоб вообще. Узаконение они изобрели. У нас его сначала убрали, вызывайте, что у нас катастрофическое недосвоение рябчиков. То есть у нас есть великолепный запас, экологически чистый, здоровый пища, пищей, которой мы можем кормить детей, спарксмененов, то есть есть диетическая пища. Другой вариант, как наладить ее выход. У нас рябчики недоосваиваются, в том числе из-за того, что там, допустим, не применяют сперта. Есть много вариантов, почему они не применяются. Природная курица. Продите ее на птицефабликах. Рябчик на птицефабликах. Перепел. Ставер звонит. Давайте рябчиками на птицефабликах. Альмир, нечем. Чем же глубине-то? Мы обрисуемся в первую дискуссию. В леса? Я не понимаю. Вот я про то же и говорю, что показательный пример. У нас всегда рисуют некий образ, но никогда его не раскладывают на полочек. Лога рябчиков сразу уделяется тем, что мы его убим. Если мы прочитаем исследование, вот, допустим, ставится Путин. Раз уж мы коснулись рябчика, я не могу это сделать. Ладно, я просто к тому, что не надо все сгребать, даже все, в ядре под одну гребенку. Надо их посмотреть и посмотреть специально с точки зрения специалистов. При широком осуждении это пожалуйста. Еще пару слов про петли добавлю. Вы бы перечислили по списку, хотя бы какие-то. Все, это в рябчике. Пару слов я добавлю. Все, внимание, добавляет. Этот запрет, который действует сейчас на петли, там петли запрещены вообще. Но здесь, например, задача ловить зверя живыми и невредимыми. Ловушки, которыми можно ловить зверя живым и невредимым, не причиняя ему страдания, не травмируя, это, к сожалению, петли, которые ловят зверя за лавку. У нас нынешняя формулировка в правильной куте запрещает ловушки, которые здесь... Нет, если ловушка отбирается петля, она запрещена. Я хочу дополнить, если мы у вас... Татьяна Светлана, выйдите, пожалуйста, сюда и в вашем небольшом участке. Извините, сейчас сделаем, а потом мы дальше с удовольствием. Я хочу сказать, что такой петля и к позиции Николая Федсиновича Железного Чепотского. Если мы посмотрим, против какого петельного лова сейчас идет выступление? На волку. На волку. Волк – крупный хищник. Тогда я хочу задать вам вопрос. А знаете ли вы и довел ли до вашего следения Николай Константинович Железнов-Чуковский о том, что все тигры, которые обездвиживались, все леопарды, которые обездвиживались и в случае с конфликтным тигром отлавливаются, обездвиживаются, перевозятся, лечатся и выпускаются в титру природу, ловятся с помощью петли обриджа. Любого какого-либо другого способа отловить крупного хищника и перевести его в природе не существует. Если мы говорим о том, что мы отлавливаем тигра-людоеда или мы его уничтожаем, то тогда мы должны выяснить, кто нам, вот нашему человеческому сообществу, более ценит. Если да, мы считаем, что пусть эта коварга, вся популяция помрет от волка, вперед и с песнями. Я не против, но она помрет от волка. И тогда Железнов-Чукотский, который нам запретил ловить или изымать волка из природы, будет отвечать за это. В Швеции его вообще завозят, насколько я понимаю. Кого? Уже не завозят. Ну, раньше. Уже не завозят. Вот я стою перед вами. Да. В 2012 году я встречалась с представителем Евросоюза по поводу эмиграции наших волков из Карелии в Финляндию и далее в Швецию. Хорошо. У меня есть еще другой аргумент. У нас сегодня достоверно установлено и подсчитано Минсельхоза, не говоря уже про охотничьих хозяйств, что волки нанесли нам урон на 12 миллиардов рублей. Ну, это мы надеялись. До 16. До 16 миллиардов рублей. Хорошо. Виллианты, в Швеции, везде государства, вы меня послушайте, везде государства компенсируют фермерам или сельскохозяйственным производствам, особенно по Алине, по Северному, их ущерб от волка. Ну, давайте у нас так будет государство. Давайте вы направите свои усилия к министру финансов и скажете, давайте мы будем компенсировать, тогда мы не будем ловить волка. Давайте. Ясно. Зачем вообще ловить? Вы сказали, ловить, и куда ты 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 и куда. У кого есть вопрос по теме заседания? Не надо скатываться в глаза. У кого есть вопросы по теме заседания? Петяна Сергеевна, вы еще хотели сказать небольшое... Вы знаете, я... Вопрос... Какой выяснить вопрос? Скажи, Мишка. Вообще-то, наверное, нельзя запрещать того, что непосредственно не приносят бреда. Дело в том, что в свое время было запрещено в общий гроб чижей на тече и... На чижек. И... Да. Вот. Это при... И закрыли. Вообще-то, тече рынок его перенесли. Вот это все приносит к тому, что всего сейчас где-то на рынке уже на другом перенесенном осталось примерно 10-12 людей, которые торгуют дикими птицами. А это... Знаете, почему, блин? Я с детских 45-го года ходил на птичий рынок и знаю, сколько людей ходило, и сколько маленьких школьников, которые покупали птич, но они умирали, у них чувства, но они в конце концов понимали, что такое жизнь, что такое природа. И вы знаете, сколько потенциально людей, которые не сталкивались с живыми вещами, превращаются в убийц. Это милые дети, можно ли его любить. А вот он в свое время не получил контакта с такими... и он превращается в убийцу. Еще второй вопрос. Вот вы хорошо сказали, что человек в рупомнике охотился на маме. А, ну знаете, мы просто кладбище. Да, можно потери. Но дело в том, что вообще-то человек распространился и живет и заявлял мир благодаря охоте. Только там потому что наши родственники гарины, они живут там боятся родились. Только благодаря охоте вы у вас есть присутствие и сидите. И это очень нехорошая вещь, когда человек обновляет прошлое и сценивается против. У них нет аргументов. Вот есть. Сейчас давай мы дадим Татьяну Сергеевну. А, давай. Прости, я думаю, ты уже закончил. Нет. Я тут как-то внезапно меня отсюда. Я хочу сказать, что, конечно, я особо не готовилась. Доклада у меня никакого нет. Но, наверное, я скажу вот о чем. Проблема наша охотничья заключается в том, что вот эти настроения антиохотников или людей, которые не понимают и не признают, для чего человек идет в лес и охотится, она как раз свидетельствует о настолько глубокой пропасти, которая у нас все больше и больше появляется между охотниками, живущими на земле, в сельской местности, в Сибири, на Урале, на севере европейской части, на Дальнем Востоке, для которых охота это отдушина, когда он может пойти в лес, посостязаться со зверем и получить какой-то эмоциональный заряд и самое главное заряд пищи, принести домой. То есть его предназначение охотника на большей части Российской Федерации оно не изменилось. И поэтому когда мы говорим об антиохотничьем движении и даже скорее всего даже это не антиохотничье движение, я бы его так не стала называть, это движение против всего. Я вот тут вначале рассказала комментарии одного из темно-зеленых антиохотников, я его не назову, но человека, которому противно все. Потому что когда идет комментарий под информацией о том, что тигренку с ранениями изъятом из дикой природы с помощью петельного отлова провели операцию и его фактически дали надежду на жизнь и реабилитацию и выпуск в дикую природу, комментарий звучит таким образом. Что вы делаете? Ведь он вырастет, вы его выпустите, а он будет терзать и рвать на мясо олененка на глазах у своей мамы. Вот мне кажется, этот комментарий говорит как раз о том, почему у нас появляются люди, которые живут в больших городах, которые абсолютно не понимают, что такое природа, не понимают, что такое выживание на природе. Но с другой стороны, может быть, скажу крамову, может быть, скажу крамову, но я это говорила и на Совете Безопасности, о том, что вот эти все лозунги, вот эти все призывы гипотетического ущерба от охотников и нанесение какого-то ущерба природы позволяют в нашем советском, российском обществе выращивать рафинированных людей, которые не понимают и не признают ни отношения с природой, и которые представляют еще большую, будут представлять еще большую опасность, потому что если что-то, не дай бог, произойдет, то в природе мы их не увидим. Они будут все так же сидеть за компьютерами и все так же будут играть в свои стрелялки за компьютерами. Поэтому говорить о том и брать, выдергивать из контекста только один какой-то там гипотетический как уважаемые или не совсем уважаемые специалистами товарищи доктора наук считают возможным говорить, то мы никогда не услышим друг друга, потому что для нас, как людей, которые связаны с охотой и посвятили ей всю жизнь, охота это часть той большой картины под названием природа. А для вас охота это даже не часть картины. И природа для вас это не картина, а природа это просто или заблуждение добровольное, я предполагаю, или для некоторых хорошо проплаченные акции. То есть мы говорим на разных языках и очень трудно услышать. Хорошо, у меня такой вот вопрос к вам. А если наш охотник купит в Америке, в Канаде выпускаемые там петельные самолобы и привезет к нам и поставит у нас, это будет нарушение? Конечно. Чего? Конечно. А почему в Америке не горе сосредить? Ну вот буду я знаю, почему в Америке если он там два года жил в Америке, почему он там туда-то не относится? Звери-то одинаковые. На Западе вообще звери по улицам ходят, это все знают. А это уже порнография, когда звери по улицам ходят. Каждый должен жить в своем доме. Тот же Познер недавно вот молодец в Америке в Америке нету зверей в городах. Нет партия уже выиграли. Алексей, а вы у нас разговариваете, не будут они стрелялки играть. Давайте не будем играть. нерегулированную дискуссию заль. Я хочу по вопросу сегодняшнему. Уже практически каждый из докладчиков прозвучало. Это то, насколько сложна коммуникация между двумя этими лагерями. Я не хочу сказать по разной стороны барриканж. Это наверное неправильно. Это только в отношении каких-то радикалов а коммуникация это в первую очередь уже очень сложна коммуникация с обществом, с основной частью общества, которая абсолютно нейтрально относится и к охоте, и к зеленым пилам, но которая в итоге будет решать дальнейшую судьбу и природоохранных движений, и отношения к ним, и к охоте. Вся беда в том, что охотники и примыкающие к ним нормальные экологи, у которых экологично для отношения к зеленой, они пытаются говорить с обществом на языке если не научном, то на языке образованного сообщества, на языке логики, основанной на научных факторах, а темно-зеленые я их для себя так называю, они говорят на языке эмоций, которые для понимания не требуют знаний. Они ориентированы вот на этот вот Убийца живое какое-то тело Я же вас не переживаю, правда. Ну, сделайте социальные силы, ведите себя приничьем. Вот понимаете, вся беда в том, что действительно то, что говорят они, то, что говорят Айфа причислил к каким-то нормальным людям. Вот я очень хорошо знаю эмоции они говорят именно побуждая эмоции, причем далеко не самые здоровые. Причем разговоры на языке эмоций иногда бывает на грани пола, иногда и за грани пола. Вот когда шла вот эта памятная нам всем кампания против добычи белька, которая никакого не наносит ущерба популяции гриманского теления, в школах Архангельской области и Карелии вот шла акция проплачена Айфею, ученикам 3-4 класса на уроках рисования давали задание нарисовать картинку как злой дядя поморт убивает них. То есть это уже пахнет таким хорошим социальным геннадцатом. Можно рекламу только скажу. Мы очень благодарны заинтересованию понимаете в одном человеке его отношение как пробирки конечно можно болтать и целого сгонки отцены. Вот когда я просто раз здесь выступал здесь на вашем месте съел человек который больше около часа где-то с полчаса говорил про то что те кто устраивает приюты для собак это чудовище которое на самом деле нарушает закон и все такое вот тут присутствует много человек и несколько человек отсюда из нас приехали институт на пользу мы ехали в пользу мы со всем удовольствием готовы быть наши вопросы но мы не можем лично вам вас слушать с полтора часа никак не можем у вас еще человек 20 все вы придете задать вопросы потому что время идет все больше на вас я могу сказать что для того чтобы о чем-то говорить хоть чуконском хоть кому угодно охотники то что охотники перебили мамонта это я слышу уже признал на ум я просто за этим стартинка скажу что мамонты посмотри вопрос не будем понимать только скажу чтобы было понятно мамонты жили в тундра степи в тундра степи они были бахнаты как медведи с такой шерстью они бы сейчас например просто упали в обморок от жары они же жили в тундра степи после потепления климата которое было около 5 тысяч лет назад осталось несколько сотен квадратных километров в Якутии вот мамонты жили до уровня Якутии понимаете то есть которые жили здесь то есть здесь было холодно вы же знаете что такое гадвана как менялись материки как они сходились расходились природе на самом деле говоря что природа это нечто такое знаете очеловечина на самом деле природе абсолютно все равно стоит остров цветущий Все упрыгает, скачет. Вулкан взорвался раз в креста лет, остров пустой. В природе абсолютно все равно. То есть природа, я говорю, это не на природу божественного человека. В природе все равно мы сами. Не хотите на природу вещать охотники? А я так надеялась, чтобы... Вот я с удовольствием... Останется после 10 часов, я с нами поговорю. Бесполезно. Я прошу вас больше не вмешиваться в дискуссию, потому что если я приехал рассказывать про охотников, и зеленых, понимаете? А не отвечать на вопросы одного человека. Какая у вас дискуссия, когда у вас нету второго? Хорошо, хорошо. Поэтому я пришла взять на себя. Ну вот вы считаете, что вы говорите. Давайте, если можно, мы не хотели бы спросить, а стесняться. Если у кого-то есть конструктивные какие-то соображения, то прошу... Давайте закрываться. Вы знаете, у меня есть просто предложение, раз вы сейчас все успокоились. Проблема наша на современном этапе, вот, и принятие новой редакции правил охоты, скажем, новой редакции, которая больше настроена на защиту животного мира, чем на ее инфраструкционные характеристики, она, к сожалению, проблема-то в том, что охотников не слышат люди, принимающие решения. А в силе того, что правильно Алексей подметил, что эмоциональная сторона противоположной стороны более криклива, более говорлива, более финансово обеспечена, то они, к сожалению, слышат в первую очередь его. И им проще понимать, что охотник – это организованный человек, отвечающий за свои действия, иначе бы он не стал охотником, чем люди, которые не отвечают ни за что, а при принятии решения отвечают обреченной властью человек. Вот это наша общая проблема. И проблема не в том, что они бы где-то там пошумели, разошлись, а проблема именно в том, что слышат до сегодня их, и абсолютно не слышат специалистов, и не слышат людей, которые занимают, что, как и зачем. Я думаю, что вы уже достаточно договорились. У меня есть два сообщения организационного плана. Во-первых, следующее заседание наше состоится 16 февраля. И второе сообщение, оно требует вашего мнения. Дело в том, что по инициативе администрации «Дома ученых» нужно не проводить наше заседание в мае. Почему? Потому что, ну, и собрать нас всех тяжело в мае, так сказать, и уже тут они готовятся. И самое главное, что в мае конференция в Кирове. И в мае конференция в Кирове, где мы не будем. То есть, да мы из года в год в мае все время пролетаем. Три человека придет, остальные или готовятся к охоте, либо уехали уже, либо еще не приехали. Ну да, сколько лет хреново мордом отравили. Если у кого-то не уехали, она их понимает. Мне кажется, с правильностью. В смысле? Ну не то, что можно и есть. Да. У нас запретил трофей на округе Василий, чтобы вам известно, что у нас падение по трофейщикам, по полу разы. Вообще, это уже было. Да. Спасибо вам всем. Спасибо за просмотр, которые у тебя были разработчики. Где у нас?